Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 3 августа 2017 года четверг, по одному из старинных 33 день месяца получения даров природы 7525 лета четверик, высший день Бога Перуна. Это праздник, кто отмечает по одному из старинных календарей. Я озвучиваю и поздравляю с этим праздником. А мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме проекта «ФНП. Тагиб. Индустрия». Авторы-исказители Александр Токунов и Николай Захаров. Здравия, Александр. Здравия, Николай. Здравия, Алексей. Здравия, радиослушатели. Николай у нас по телефону, поэтому такое качество будет отличаться от привычного. Но, надеюсь, нам связь не помешает общаться. Итак, тема достаточно интересно звучит и непонятно, что же такое за «Тагиб. Индустрия», тем более «ФНП». И с какой целью эта тема вот вами, Александрам и Николаем, поднята в эфире? Что вы хотите донести нашим радиослушателям и зрителям? Ну, скорее, я бы сказал, Алексей, что дегнистера, сказать, потому что услышать или было интересно, кто мы какие и чем мы занимаемся. И, в принципе, сегодняшняя программа об этом. «ФНП» – это фонд некоммерческих проектов. «Кагипин. Индустрия» – это название данного нашего фонга. То есть мы, как бы, занимаемся определенными эфирами деятельности и решили данными эфирами заниматься именно поганой общей маркой, поганым общим наименованием, скажем так. Вот. Ну, я бы сказал, как, все началось в 2012 году, в 2012 году. То есть просто нам в школе пришло определенное понимание, что, в принципе, ну, понятно, что в этом мире много и никак, но пришло понимание, кого мы могли бы сделать, для кого мы могли бы сделать мир немножечко, хотя бы наутро. Вот. И мы начали деятельность. Нарху. Вот. В каком вы клеще? Так, ну и что за деятельность? Сразу надо пояснить. Ну, как сказать. Мы поняли, что наша наука, так называемая академическая наука, она освещает не все темы, которые надо было охветить. Надо бы охветить в современном именно мире для просвещения, для формирования объективной наушке картины мира, в которой не было бы ни темных пятен, ни белых пятен, и которая могла бы представлять все точки зрения. Мы, как-то, поняли, что литература наша, современное художество, которая предпочитает избегать сложных вопросов, решения сложных философских проблем, задач. Вот. И таким образом мы начали, как бы, и активно свою литературную деятельность, и мы начали искать, и, как бы, помогать молодым ученым, которые хотели бы опубликовать свои круги. Вот. Ну и постепенно процессы деятельности выкрикали, как и вовсе второе направление, то есть помощь инвалидам, лиц, которые ограничили в области, правовая помощь и помощь для реабилитации. То есть некий такой сбор денег для людей. То есть мы, как мы денег не собираем, мы помогаем людям, как бы, открыть счета в новых местах, мы помогаем людям, как бы, гнать и понимать, куда обращаться, в какие органы, по каким вопросам. И понимать помогаем, что может для них сделать, и что для них обязаны сделать. Вот. И в этом плане мы тоже работаем. То есть помимо этого, как я уже говорю, мы развиваем, как бы, скрытые в данный момент, теневые, я бы сказал, научные направления, то есть те направления, о которых, как мы полагаем, нехохлухных и бывают, в частности, гопусте, бахлегов, где Юрия Владимировича Яковца, касательно диалога цивилизаций, и моя личная, моё личное исследование, историю эгвакатуры, русской эгвакатуры, и некоторые другие, скажем так, исследования, моменты. И вот обо всём этом предлагается поговорить. Да, Коль? Ты хотел сказать? Ну, я просто, да, хотел кратко, да, в принципе, суммировать, да, то есть как наука гуманитарная, так и наука естественная, в принципе, так же, как и литературное, да, нынешнее, издательское дело, оно развивается там, где есть деньги. И там, и там, если в науке это, в основном, прикладные исследования, либо в гуманитарных науках те исследования, которые требуются, значит, также прикладные исследования, которые нужны для решения каких-то конкретных задач, о теоретических исследованиях, которые, на самом деле, могут иметь гораздо большее влияние на развитие науки, причём как гуманитарных исследований, как гуманитарных наук, так и в естественных, зачастую забывают. То есть об этом много говорят, но реально денег там нет. и каких-то даже организационной какой-то помощи исследователям в смысле публикаций, в смысле облегчения, доступа к научному оборудованию, которое могло было бы быть, там ситуация на самом деле достаточно, ну, не скажем, что удручающая, это было бы слишком пессимистично, но делается там немного, на самом деле, сделано немного. То есть гораздо меньше, чем говорится об этом на высоком уровне. Вот. В литературе ситуация какая? Она несколько схожа с ситуацией в науке, то есть литература, а издатель даёт деньги на то, что будет покупать массовый читатель. Вот. Но массовая культура, она зачастую следует, и массовая культура, она стремится удовлетворить, скажем так, наиболее базовые, да, потребности. Зачастую, ну не буду говорить низменные, да, но зачастую эта культура, она ставит собой цель исключительно досуг, развлечения, и не стремится поднять какие-то серьёзные вопросы, не стремится обратить внимание людей на какие-то серьёзные вопросы, серьёзные проблемы, которые на самом деле весьма актуальны, весьма назрели, но от которых все просто хотят уходить, потому что цель издателя это заработать здесь и сейчас, и продать здесь и сейчас, вот, и всё. То же самое, что то же самое, это социальные вопросы, это касается и инвалидов, в частности, ну, инвалидов, эта тема нам близка, потому что Саша, да, человек с ограниченными возможностями, и он, как говорится, сам прочувствовал во себе всё вот это, да, все препятствия, которые существуют у нас в городской среде, в академической среде для подобных людей, и поэтому у нас тоже очень много в последние годы говорится об интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, о том, что им надо дать возможность реализовать свой потенциал, там, интеллектуальный, иной, и так далее, и так далее. Но вопрос, что и как делается, это вопрос, то есть здесь на практике всё гораздо, опять же, сложнее, чем в речах, скажем так, чиновников зачастую, вот, потому что в реальности существует ещё огромное количество проблем в городской среде, и в учебных заведениях высших, и вообще психологическое восприятие подобных людей в нашем обществе, тоже это отдельный разговор, поэтому как бы это вот тема, этой темой мы тоже занимаемся, вот, есть, наверное, и, ну, как говорил, ну, Саша говорил, сказал уже о науке, в общем-то, он конкретизировал, да, я просто обобщил немножко то, что он сказал, ну, в общем, всё, вот по данным, ну, в общем, да, ты ответил на вопрос, который, наверное, должен возникнуть у наших радиослушателей, причём здесь инвалиды, и ты упомянул, что как раз это Александр, он так или иначе к этому относится, да, Саша, может быть, ты пояснишь, может быть, как раз благодаря твоему участию эта тема-то и была в таки, потому что это не так. Я, в общем-то, коле, человек весьма духовный и духовный, я бы сказал, он всегда готов мне помогать, готов помогать другим людям. Но почему для меня вообще тема инвалидов стала проблемой? Я увидел, что люди, инвалиды, которые вокруг меня находятся, они к хохолению может быть никакие, как я. То есть они никакие пробивные, никакие целевых кремлённые. И у вас людей, которые в массе, именно в массе как-то некая категория, они не привыкли выбивать, не привыкли бороться, они погавлили. Погавлили психологически и погавлили на уровне государства. То есть часто вот эти люди не хотят своих прав, не хотят им давать некую категорию ухлукам, некую категорию реабилитационных приоритетов и мероприятий. И они просто как и вук и берут что дают. То есть я в принципе к вопросу именно психологии хозяев своей жизни и своей земли. То есть и мы поняли, что как бы и эти люди должны иметь возможность получать то, что им гаухно говорит государство, что им полагается по закону. Это просто как бы из моего анализа обстановки и из того, что говорится. Потому что многие их инвалидов и политик ограниченными возможностями они порой раперты в рамках каких-то непонятных стереотипов. Иногда эти стереотипы данным обществом иногда они для себя хами, то есть эти стереотипы не похваляют им выходить в рамки данных стереотипов, то есть они себя хамоограничивают, хотя могут и учиться, могут достигать определенных весьма высоких результатов в обучении в творчестве, в искусстве, но к сожалению не все это понимают. То есть не понимают как люди, как инвалиды. Общих не понимают. Я хочу еще добавить в это некое общественное клеймо. Я просто преподавал Саше, когда он был еще студентом университета. Я как бы увидел вот человека, он мне рассказал о своей судьбе, вот как он из Байкальского края приехал сюда, поступил в университет, будучи инвалидом, по сути. То есть ему любое действие, которое обычному человеку не составляет трудности, например, дойти до учебного корпуса, для него это превращается в целое приключение, скажем так, порой. Причем небезопасное для его жизни и здоровья. Понимаете, то есть я понял, что в нашем обществе на таких людях, как он, многие ставят некое такое виртуальное, можно сказать, ставят такое клеймо, что это вот конченый человек, то есть ему уже ничего не светит, значит, ни в карьере, ни в личной жизни. Вот он инвалид, ну все, вот он там живет, где-то колупается и как бы должен там спасибо говорить, понимаете, а когда он пытается реализовать себе еще там в науке, он говорит, что он что-то может, а в науке, понимаете, то есть да, конечно, никто не будет говорить ему, что он ничего из себя не представляет, но порой все равно, понимаете, некое негативное ощущение, некое негативное восприятие подобных людей, какая-то презгливость по отношению к ним, причем это понятно, чем она вызвана, это подсознательный страх, стать такой животный, страх неконтролируемый, стать похожим на этого человека, да, то есть осознание самим человеком, что он может стать вот, да, что он может стать в один прекрасный день таким, и она вызывает вот это ощущение, но, к сожалению, то есть мы же люди разумные вроде как, да, и сознательные, и вроде как не должны вот так себя вести по отношению к другим людям, должны уважать человеческое достоинство, право человека и, в общем-то, решать все, реализовывать себя где-то в карьере и так далее, особенно если он может работать, у него есть силы, есть желания, как-то помогать ему элементарно, да, элементарным образом, я не говорю о каких-то бешеных вложениях, денежных там, элементарные организационные меры, вот, но, к сожалению, вот, к сожалению, еще не все вот это понимают, то есть вот это клеймо, оно, оно еще как бы есть, вот, и многие люди сами инвалиды, они чувствуют это и просто замыкаются в себе и, по сути, ну, страдают от этого очень серьезно. Хорошо, значит, вот эта организация была создана, Тагиб Индустрия, и какие уже были, во-первых, когда она была создана, давно ли она была создана, да, и какие уже деяния были совершены, ну, скажем так, опять же, в помощи инвалидам в издательстве книг, что издавалось, какие другие мероприятия или, может быть, какие-то, что-то производилось, вот, надо об этом тоже нам поговорить. Ну, вот об этом, что я могу сказать, обрабатывались мы, как бы, когда вот идея пришла нам, 12-й год, то есть, как или иначе, в 12-м году мы начали свою деятельность. По инвалидам я работал в МГУ, то есть, занимался общественной деятельностью плотно, мы в школе работали характератом по инвалидной, скажем, как теме, то есть, наши первые проекты касались вопросов полиспособленности, скажем так, территории МГУ, для инвалидов, то есть, это пандусы, подъемники, вопросы приготавливания общих ритей, и в этом направлении, к слову, наша деятельность уменьшалась неплохими успехами, в том, что, как бы, изменилась практика поселения инвалидов в общих ритиях, и теперь инвалидов селят в общих ритиях и повыкающими без приговорения, как бы, без умного вороха документов, то есть, если у человека... Ну, я еще, Саша, хотел добавить просто, что ты, как бы, что, вот, Саша, в принципе, этот вопрос поднимал на уровне первого вице-премьера правительства, да, то есть, Шувалова Игоря Ивановича, и, в общем-то, вот, то есть, это на достаточно высоком уровне вопрос поднимался, и, как бы, то есть, и на уровне ректора МГУ, то есть, он неоднократно, если я не ошибаюсь, был и у ректора непосредственно, на приемах, то есть, то есть, этот вопрос обсуждался, и, ну, работа велась на достаточно высоком уровне, там, и вот, Саша, я просто хотел вот об этом сказать, да, продолжать. Ну, конечно, вот, если у человека, я говорю, есть в индивидуальной программе реабилитации помека о том, что он ухажается в постоянном похороненном уходе, это прямая ЦК, как бы, то ему без проблем, говорю, право на поселение в общих ритях своего сопровождающего, то есть, лица, которые бы кухарствовать, хоть человека, побогать ему в быту, и все проще. и, несмотря на то, что в МГУ галекуане все идеально для хрючки инвалидов, вот это вот их мнение про поселение есть, конечно, неплохие гостигриния, потому что людям не нужно обивать пороги и все прочее. Как бы, второй блок для инвалидов помощи, это правовые консультации различного рога, которые давались, то есть, о том, как правильно составлять директорную программу реабилитации, по комочке шестую, эта программа расширена ИПР. Она составлена у многих людей неверно к поискам, где необходимы, например, медицинские препараты или хрючки реабилитации, например, поручки, коляски необходимы, реконструктивная хирургия такого-либо рога. Просто не нуждаются в программе. И не нуждаются, мы людям помогали выправлять, если бы человек получил необходимый ему комплекс услуг. Также проводились некие, я бы как-то семинары, опять же, по правовым вопросам, короче говоря, консультации, помощи в оформлении ИПР и других бумаг. Это было по инвалидам. Следующее, экспериментальное, которое к сожалению, как и не вышло за рамки чертижей, это разнообразие средств реабилитации, комходилки, коляски. Но у нас-то все остановилось по банальной, как говорил Миколий Николевич Мегведев, причине, пока можно денег нет. То есть мы не смогли найти средства на сборку первых проркотипов. И пока техническая часть у нас висит. Я думаю, что вернемся к последнему нашему проекту в ближайшее время. Постараемся за минимальными средствами сделать, скажем так, и на Саше будет опробовано это устройство. Ну, соответственно, эффекта будем, так сказать, на себе все проверяем. там уже дальше как пойдет производство это в серию, либо будет как-то что-то там делаться. Мы посмотрим просто как вот что, как говорится, у нас получится. Потому что мы натолкнулись на то, что в перечне оборудования, которые предлагаются для необходимой, я бы сказал, для реабилитации инвалидов, вот с тем диагнозом, который есть у Саши. Вот. Первый с проблемами опорно-двигательной системы. Вот. В комплексе возьмем. А именно для тренировки мускулатуры, для ходьбы, то есть для того, чтобы человек мог встать с коляски, проще говоря. Для этого нужны такие устройства, которые, в принципе, не предлагаются в наших магазинах. То есть их просто нет. Либо они есть, но они такого качества, что, грубо говоря, они не позволяют, они как бы не позволяют решать задачи, которые необходимы. То есть они либо неудобны, не имеют определенное количество регулировок, либо там используется некачественное материало, которое очень быстро выходит из строя. вот. Хотя, в принципе, этим страдают даже и портные коляски, немецкие, да, что вы тут говорите, в условиях России. Их комплектующие также регулярно выходят из строя, и замена их стоит, по сути, это аналогично ремонту машины, вот, чтобы просто понимали, да, что ремонт коляски, это, ну, по сути, зачастую вот аналогично такому среднему ремонту машины. Вот. Хотя, ну, наверное, по сложности этих технических устройств там, ну, несравнимо. Вот. Но, тем не менее, как бы, да, то есть расценки вот такие. Да, и еще добавлю момент один по хрису, реабилегации по коляскам, то есть охранная масса производится в Кигае, в Кигае Снеродной Республике, и качество ЭКО, к сожалению, несмотря на всю мою приязнь к некоторым текарским продуктам, богословения и медицины, оставляя халат лучшего. То есть это сделано как бы из неголговечного материала, более того, это сделано для кого, чтобы это ломалось постоянно, да, и продукты фирмы Майера, продукты фирмы Локобок, немецких фирм, ЭКО, то есть ковртойки передних колех, они сделаны банально, их пластика, уже не круглый прихавичок с этим пластиком будет, когда выезжаешь на улицу в зиму, когда у тебя в оговореде хугробы по колено, вот, и хугробы подгонали, деговоредец и все прочее. Поэтому это реальная проблема. И сейчас я напомню нашим радиослушателям и тем, кто подключился, что у нас в эфире Александр Токунов и Николай Захаров, Николай Захаров по телефону, говорим и про проекты ФНП Тагиб Индустрия. И вот сейчас разбираем такое направление, это помощь и реабилитация инвалидам, потому что многие вопросы инвалидов у нас не решаются, и многие устройства не соответствуют требованиям, которые сейчас нужны современному человеку, который оказался в тяжелой ситуации для того, чтобы он полноценно себя чувствовал человеком и исполнял какие-то свои предназначения в жизни как человек. А у нас очень часто то ли из-за экономии, то ли по халатности, а может и то, и другое, третье, добавляется там еще какой-то личный человеческий фактор в виде кармана, все это как-то вот упрощается и в конечном итоге на выходе человек вместо того, чтобы полноценно жить, заниматься чем-то, быть полезным обществу и не обузы для семьи, он вынужден как-то вот заниматься выживанием. Да, пожалуйста, продолжай. Да, и вот как бы говоря о материальных кородевых вопросах, я посмотрю, колярка ОК фирмы ОК-Кабок, где какходит ОК 250 тысяч рублей. Ну это вот Лада Гранта, да, вот Лада Гранта, вот, ну, аналогичная цена, вот голая Лада Гранта, по-моему, она стоит вот сейчас 250 тысяч, а может и меньше чуть-чуть. Если я могу ошибаться, но что-то в районе того, по-моему. Ну, серьезная цена, скажем так, для человека, который нигде не работает, это, в общем-то, сумма, на мой взгляд, неподъемная. Так, и каким образом вы что-то делаете для того, чтобы решать такие вопросы? Что, собираете деньги на покупку этой Лады Гранта или сами что-то хотите сделать? Оно был у нас как бы определенный проект, то есть мы хотели сделать инвалидную колярку с электропривоком, который бы скроил в рамках 50-55 тысяч рублей, то есть у которой были бы легкие хьемные аккумуляторы, прочий металлический корпор складной, вот, но, к сожалению, не получилось с материальными трудностями, потому что у нас, мы вроде как сделали основу, начали крутить и в итоге поняли, что вы как раз на проектировку они намного более этих 50 тысяч, потому что поставили одно колесо, поняли, что оно не подходит, нужно покупать другое, и вот только методом про по ошибок, и когда грянули все эти кризисные удивления, к которым 2014 года у нас все и приохновилось, я очень надеюсь, что временно, но тем не менее, то есть в рамках этой деятельности я предлагаю вести некие опросы инвалидов колясочек, то есть по их обыкновениям, чтобы именно забрать ответы у них, обратную связь в плане что им необходимо, что им покреплено, вот именно ряда к коляске, которая не пользуется каждый день, вот и в принципе на чем все окончилось. Я хочу еще тоже уточнить, некоторые говорят, ну это тема не моя, ну что там про инвалидов говорят, хочу отметить, что все мы ходим под небом, под небесами, и никто никогда не знает, что может быть дальнейшим и с самим человеком, и с его родственниками, окружениями, может быть эта тема в дальнейшем будет очень даже к несчастью, очень даже кому-то касаться, кого-то касаться, кого сейчас не касается, поэтому я предлагаю не говорить так, ну так, тема не моя, неинтересна, а подумать о том, что сейчас происходит вообще, и может быть даже на основе этого создать какое-либо предприятие, которое, или помочь организации предприятия, которое не только бы занималось с изготовлением колясок, а еще и помогло бы в дальнейшем что-либо другое производить, ну скажем так, для большего, более широкого круга людей. Итак, посыл в массы от меня, как Ленин, на броневик залезай, руку вперед, пожалуйста, положай. посыл. И я бы сказал, да, хочешь, да, говори, сколько хотел. Просто у меня была, когда я Саша, ну, как бы, вот увидел, как он, его, как бы, да, вот образ жизни, что у меня вообще возникла, и вообще у нас, и у него, и у меня возникла такая мысль о том, что, а вообще, может быть, не деревянки, которые сейчас находят на казахке, могут вообще встать с коляски, на самом деле. То есть, может быть, они на самом деле не так уж и фатально к ней прикованы, потому что многих из этих людей нету, например, паралича, полного паралича нижней конечности. Как вот, например, в моей ситуации. Да, да, но, но для этого им нужны специфические тренажеры для разработки, например, мускулатуры спины, для разработки мускулатуры ног. Вот, чтобы они, они могут ходить, да, они не будут ходить, как обычный здоровый человек, возможно, но они будут ходить в стройстве, например, и смогут перемещаться гораздо более легко, там, пользоваться общественным транспортом, по крайней мере. Какие-то бытовые вопросы решать без помощи коляски, что уже сократит и их расходы, и временные, и финансовые, и так далее, и так далее. Но этих тренажеров их просто нет. Это мы просто, когда начали вот просто смотреть, их просто, грубо говоря, в России их даже не купить. То есть их надо делать, это все надо каким-то образом производить, проектировать. То есть, может быть, в каких-то клиниках это и есть, где сделано по индивидуальному проекту. Я не знаю, как-то, да, но... Ну, здесь я, Коля, дополню, как по клиниках, я был, не как говно, два года назад в реабилитационном цикле при Оголении, вот, в Москве. И вот в нем вроде хорошая база, классный специалист, но при этом нет клиниках, которые развивали бы них не конечкости, вот именно ноги. Левую, кому-то правую, по кому-то их основной контингент этого центра это паралитики, у которых не работает ни левая, ни правая. Иногда и так не работает. Старши, коржи. И есть центр в, скажем так, в Крыму, где именно газы среди паралитиков, среди паралитиков лиц производится, как и блок конечкостей, то есть к этими конечкостями занимаются, и часто у людей выращается шерстительность к этим конечкостям. То есть тут необходимо походить всех коронне к этим вопросам, а этого нет по ряду причин, будь то финансирование или, как и хрящие медицинские гектрины в РФ современный. Пока можно, например, да, говорит. Я просто хотел ставить, у нас говорят о том, что у нас вообще демографическая ситуация не такая блестящая в стране. То есть если мы говорим о том, что у нас там незаменимых нет, хорошо, этот инвалид, давайте мы его, значит, что, как бы, то есть мы его не берем в расчет, у нас еще там на рожа. У нас же нету такой ситуации. Возьмем графической ситуации достаточно напряженной, я так сказал. Вот. И в этом смысле, то есть весь любой человеческий ресурс, тем более, что среди инвалидов попадаются люди с немалым, например, Саша, да, этот человек с серьезным, с мощным интеллектуальным потенциалом. Им может работать науке, может быть юридической практике, которым его инвалидность в принципе не мешает реализации, там, его профессионализм, то есть он профессионал и там с серьезным практики. Единственное, что у него есть, конечно, некие ограничения, что, например, по судам ему сложно там ходить, да, вот непосредственно в соферном заседании участвовать. Но, тем не менее, как бы, это тоже решаемый вопрос, на самом деле, организационно решаемый. То есть у нас, как бы, забывают о том, что часть из этих, ну, определенная часть из этих людей, в принципе, и достаточно обладает, ну, достаточно высоким человеческим капиталом, который, в принципе, можно использовать в благо отечества. Об этом даже говорят, и говорят на высоком уровне, то есть люди там уровня лица-премьеров правительства, там, премьера и президента, в принципе. Но вопрос, какие конкретные меры принимаются, да, о том, если они принимаются, то их крайне недостаточно для решения данной задации. К сожалению. Так, и что для этого нужно сделать, чтобы решалось? Что, чтобы там где-то в Думе кто-то стукнул каблуком по столу и нажал какую-то кнопочку, чтобы очередная линия с каким-нибудь высокопоставленным лицом в какой-нибудь стране произошла? Что-то изменить? Ну, вот, понимаете, здесь дело в том, что нужен комплекс мер. То есть, если бы нужно было просто кого-то, знаете, наказать, то есть, просто наказанием измена чиновника А на чиновника Б, данная проблема не решается. То есть, нужно создать, по сути, заново производственную базу, заново создать конструкторскую производственную базу отечественную изделие для инвалидов. Потому что, как таковая, я насколько понимаю, могу ошибаться, конечно, но, насколько я понимаю, она сегодня не существует. То есть, у нас есть импортные немецкие изделия, китайские изделия, у нас есть изделия, там, Армеда, которые, компоненты, от которых импортируются и собираются в России, ну, собственно, конструкторских каких-то бюрглов или организаций, которые слились в проектировании, и хотя бы даже мало серийных. Ну, единственное, да, преодоление, я говорил, да, о преодолении сказать, да, они, они выпускают очень ограниченный объем и номенклатуру техники. То есть, грубо говоря, то есть, должна быть какая-то государственная программа по восстановлению и по стимулированию частного участия принимать и для того, чтобы они инвестируют деньги в данную сферу. Потому что клиентская база здесь есть. Если это будет по разумным ценам или по каким-то, скажем так, какие-то будут социальные механизмы, которые, в принципе, сейчас уже есть, то есть, через Центры соцзащиты предоставления данной техники, при том, что если это будет отлично, продукция будет стоить гораздо дешевле, чем, например, немецкая. то есть, в принципе, на самом деле это некий комплекс, который бы привлек отечественных предпринимателей, инвестировали денег и создали каких-то предприятий по аластериному производству техники, которые необходимы для гиблиотации и распространения через актед и центров социальной защиты, ну, органов социальной защиты населения. Вот, в общем, так. Николай, я так чувствую, здесь идет вообще разговор про переворот государственный, потому что сейчас все направления в так называемом государственном экономическом стезе, они направлены на одно, получение прибыли любым путем и чем можно быстрее, тем лучше. И причем получение прибыли не в государственную казну, а получение прибыли теми, кто каким-то образом имеет такую возможность. Вот так вот обтекаемо, мягко я говорю. И в связи с этим проще купить готовую продукцию, которая через, скажем так, 10 дней после оплаты придет из-за границы, например, из того же Китая или из Германии, да хоть там из США, хоть откуда угодно, хоть из Папуасии, нежели чем организовать свое производство, покупать землю, собирать штат сотрудников, содержать штат тех, кто инженеров рассчитывает это все дело, технику, оборудование, доставку организовывать, где-то доставать комплектующие, где-то доставать сами материалы и так далее, тому подобное. Я так или иначе был связан с крупными производствами, я понимаю, какая там мощь и насколько это все сложно. Каждая гаечка там на своем месте, каждый человек там на своем месте, от дворника до главного там человека на заводе генерального директора. И это целая-целая-целая кутерьма. Надо людей каким-то образом содержать, платить налоги, за землю платить и так далее. Здесь очень-очень много. Как, насколько я понимаю, те люди, которые, например, едут в Китай, заказывают там партию оборудования, потом показывают это по телевизору как нанотехнологии российского производства, там телефоны или компьютеры, что вызывает такую печальную улыбку у большинства слушателей. Слушатели и зрители не дураки, они понимают, о чем речь. Вот это все воспринимается нормально. Там наверху говорят, да, здорово, нанотехнологии. То есть сейчас то, что сказал Николай, по сути дела, это госпереворот. Это призыв к тому, чтобы изменить вообще существующие, ну не то, что там госстрои, а существующие порядки, которые в этом госстрое прекрасно встроены. И как это все сделать? Вот так вот просто, я этого не понимаю. Люди заинтересованы получением быстрой прибыли. Их не волнует качество, их волнует, что продал, деньги получил и все. Аптеки, про которые идет разговор, там вот просто для интереса, я проверял, как работают аптеки, я увидел, что там накрутка не 10% и даже не 100%. Там конечный продукт на выходе может иметь 200, 300, 400% накрутки, когда он доходит до окончательного покупателя. Там настолько вот эти аптеки сжируют. Посмотрите, сколько этих аптек на каждом шагу. По крупному городу идешь и через дом аптеки, через дом аптеки. Такое ощущение, что весь город больных вообще. И эти аптеки умудряются выживать. А когда выживают, это говорит о том, что очень высокая прибыль, иначе бы не выживали. Иначе была бы одна аптека на район, и туда бы стояли очереди, и эти аптекари бы там с ума сходили, а то бы что они там в обморок падли, голодные. А сейчас наоборот, в общем-то, все происходит. Поэтому, как это все сделать, то, что надо, да, я согласен. Но сейчас все направлено не на то, чтобы производство в России или в каком-то славянской стране настроить, а чтобы просто покупать, продавая то, что есть, и втюхивать втридорога тем, кто это дело готов будет покупать. Вот такая беда у нас. Алексей, здесь есть второй путь, да, то есть, в принципе, то, как решается, да, многие, как у нас государство, международного управления, например, создание, в государственном бюджетном учреждении, например, в том, как в федеральном медико-биологическом пакетике, например, которая курирует некие специальные нужды, да, в сфере медицины, например, вот, которая бы занималась вот этим, да, вопросом реабилитации и, возможно, и производства, и непосредственно реабилитации. Ну, это, как бы, как всегда, будут большие трассы для казны, да, я думаю, что, на самом деле, это реально организовать такое учреждение, да, оно, конечно, будет иметь свой миджет, будет иметь свой доход и по ВМС, и по ДМС, в итоге, да, но я просто участвовал, скажем так, ну, не участвовал, может, я соучаствовал, да, в какой-то второй, тридцатом роли в процессе запуска вот нашего ассоциального, я просто видел, как это был свидетель, как это все происходит, это, конечно, очень тяжело, запуск от больницы, запуск от подобного центра, то есть он может дать десяток лет, хотя оборудование все поставлено, оборудование там стоит, да, я буду, в принципе, неплохое там стоит, вот, но картовые вопросы, вопросы зарплаты, вопросы, соответственно, разрешительной документации, которые, хотя МГУ является, да, федеральным государственным бюджетным учреждением, соответственно, имеют соответствующие лицензии на осуществление деятельности, все равно это занимает очень большое количество времени, но это реализуем, это возможно, то есть если будет поставлена такая задача, будут выделены, да, на хотя бы какие-то минимально возможные деньги, будут, найдутся люди, которые возьмут, я не знаю, каких-то, каких-то, каких-то альтернастических целей, в чьи-то, просто, уход, а я думаю, что они решат, и если там МГУ будет работать, да, нормально, в принципе, люди там могут получать и достойную зарплату, вот так же, как, значит, не бюджетных средств, вот, потому что все механизмы правовые, несмотря на данные несовершенненные правовые системы, как мы можем говорить, все механизмы правовые для этого и есть, для того, чтобы стимулировать работу, сапоглиниках, торгать бюджет нахрен, не бюджет нахрен, чтобы зарабатывать, в том числе зарабатывать, и получать деньги из региональных бюджетов, куда будут ставляться, да, соответствующее оборудование и реализовываться потом через сеть церкви социальной защиты, и выгода здесь есть прямая у региональных бюджетов, в том числе, да, и у федерального бюджета, потому что данная продукция, как я уже говорил, будет дешевле, но это большие взмысленные организационные затраты, пойдет ли на них государство наше, ну, наверное, мы должны как-то обозначать эту проблему в высоком уровне, чтобы... Проблема еще в чем, в том, что мне кажется, наши власти мучшие, они не видят порой с опроса, вот, то есть человек был, может быть, ирак, может быть, есть, угрожаю, словно, что ли вы люди в думе, в правительстве, хотелось бы, как одеться, но у нас вся реализация программ по инвалидам, по инвалидам государствам, выглядит как песенка про ворки, чему, дом сгорел, конюшник сгорел, а так все хорошо, и вот сделают пангус, там, по гугламу, в 15 градусов, и рапортует наверху, что все хорошо, для инвалидов, корпус мы приспособили, и как бы наше государство, наше правительство закрывает наши глаза, и потом мы сайте какого-нибудь личного факультета, надпись какая была, какой-то факультет, первый среди равных был, первый по социальной среде, они были наиболее приспособлены, хотя по факту нет ничего, то есть, тут ведь еще ваши, чтобы инвалиды делали определенный запрос в правительство, и получали бы определенный ответ, пока все молчат, молчат, а потом из тех, когда вице-премьер, глуховыпучик, реактор глуховыпучик, и как будто никто ни о чем не хнал, то есть, может быть, люди и правда не хнали, но не могут быть эти гениальными актерами все, как и так, хорошо, хорошо, понятно, люди могут не знать, значит, слуги народа, ездящие в дорогих машинах, тоже могут не знать, ну, что его там, посадили в машину, с комфортом довезли до Думы, доставили его до кресла, он там кнопочки понажимал, что-то умное сказал, бумажки подписал, может быть, в своем кабинете посидел, но обратно его усадили, в его дорогущий лимузин, увезли куда-нибудь там, на Рублевку, или в другое место, если это в Москве, все хорошо, замечательно, он не видит, он не видит ни инвалидов, не знает их проблем, но что тогда делать, вот что конкретно ФНП Тагиб Индустрия сделала для того, чтобы рассказать вот этим самым слугам народа, сказать так, уважаемый Федор Федорович, или там, такой-то, такой-то, вот что ты сделал для того, чтобы, во-первых, инвалиды себя чувствовали нормальными людьми, чтобы они никому не были обузой, могли нормально, жить, первое, второе, что ты сделал для того, чтобы организовать производство в своем регионе, этих самых качественных колясок, там, с электроприводом, с легкими аккумуляторами, надежных, легких, не ломающихся, что ты сделал для того, чтобы бюджет района усилить, увеличить, что ты сделал для того, чтобы деньги не распилили, чтобы они вылили, вот это небольшое предприятие построено, я же уверен, что в принципе, производство колясок, это не огромный завод, занимающий там 10 гектар, это в принципе достаточно маленькая мастерская или несколько мастерских, которые друг с другом связаны, это не производство белазов или камазов, это не производство каких-то там крановых систем огромных, которые там по 20, по 100 тонн поднимают, это достаточно небольшое предприятие, здесь рамы, здесь покраска, здесь аккумуляторы, здесь электроцех, но это немного по площади, здесь складирование, здесь офис для продаж, для доставки, но это немного, это там полгектара, и уже это можно все уместить, но при этом это постоянная занятость, это постоянный какой-то приход денег, не знаю, там федеральные программы под это дело, вот что сделала Тагиб индустрия, для того, чтобы общаться с этими слугами народа и задавать такие вопросы, что в каждом регионе, крупном регионе, где с инвалидами такие вопросы возникают, эти вопросы решать? Ну, я, так сказать, на протяжении ряда лет, как бы мы организовывали запросы в хотя бы департаменте для вооружения города Москвы, там по вопросам покупок, например, колясок и средств реабилитации, то есть, что было закуплено, в каких объемах это дело было закуплено, ну и все в каком духе. Но эти хаполохи мы либо аквеки не получали, либо получали аквеки, скажем, где микралины противополохи, вот, все делали какое-то умолчание непонятное, мол, и выхватили порой напрасно на людей, что, мол, вот люди отказались, поэтому мы не закупаем. Хотя я, вот, у людей спросил, и вроде никто не отказывался, и вроде бы все и хотели. То есть проблема в том, что нету конкретного механизма именно то, чтобы любой человек, пусть как и не фонд, а единичное лицо, бы его находить вопрос наверх и получить сверху конкретный ответ. Поэтому, как что, мы ограничивались семинарами, и было у нас несколько видеороликов по инвалигам снято. То есть конкретное интервью с инвалигами, конкретно по покрепности инвалигов. Вот и все. То есть у нас в России, в Арефии, нет механизма для получения аквеков. Ну хорошо, ладно. Вот вы люди умные, что ты, что Николай, люди-то умные. Все-таки в МГУ, связанные с МГУ, а МГУ – это флагман российского образования вообще, если так представить себе размеры, объемы и так далее. Что вы можете предложить, исходя из того, что вот сейчас вы знаете? Вот ты знаком с юриспруденцией, не понаслышке знаешь, что такое инвалидность, знаешь, что такое передвижение, и как это дорого для любого инвалид, да вообще для любого человека. То есть ограничение свободы перемещения как-то должно караться, по идее, по закону, да, с точки зрения юриспруденции. И если кто-то ограничивает передвижение человека, который может передвигаться, но у которого вот так сложилась судьба, что на сегодняшний момент ему нужна для этого инвалидная коляска, не просто там обычная, а с электроприводом, пандусы, какие-то условия доставки куда-то, специальный транспорт и так далее. Вот что вы можете предложить? Вот как бы вы стали, например, менять ситуацию для того, чтобы инвалиды и просто люди стали понимать друг друга хорошо и, в общем-то, жилось всем хорошо? Потому что сейчас, на самом деле, существует определенное, о чем сказал Николай в самом начале, какая-то такая разграниченность. Вот инвалид, я с ним особо взаимодействовать не буду, потому что мало ли там что. Вот. И как-то так инвалиды воспринимаются, ну, с такой большой натяжкой. Но при этом получается, что государственные все власти, они сидят ровненько на своих местах. И те, кто принимает законы, те, кто исполняет, и кто финансами распоряжается, и особо не думают о том, как это все улучшить. А вы пишите, 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 и никаких ответов. Может, какие-то судебные тогда надо принимать уже воздействия на этих людей безответственных. Может быть, тогда надо как-то к закону призывать уже, а не просто писать, ой, помогите, у нас тут вот что-то плохо. А складывается какая проблема, что все, что у нас для инвалидов, я скажу, о том, как я вижу, первый хак реализации, глачусь плохо. Все решается личным хванком чуть не менее, как его охранение Горга Москвы в определенный, не знаю, там реабликационный центр, в определенный хабер, чтобы человеку выделили путевку. Потому что любой ответ хабер какого-либо, он будет безупречен. Будет, как, дядя Вася, мы тебе предлагали путевки, ты отказался. Ты, мол, не хороший человек, а мы как все сидим в белых пальках, а тебе работимся. То есть, по факту, худиться с ними, такая с точки зрения, мне кажется, легкового смысла, переработки своих жизненных ресурсов, рахунного их распределения, это только нервы убивать, скажем так. Потому что, как бы, экспериментальным путем выяснилось, что со своей колокольной, они всегда будут правы. Вот. И, как бы, судиться, хотя у нас были, как бы, примеры, каких процессов, га-ху-га, будет с полициями, это некое гиблое дело. Вот. Ну, Саша, ну, что хочется сказать, что проделана, проблема, в основном, даже не в том, что государственные органы там работают, в этом направлять с Латарем, и, там, когда они всегда в ближайшем, в ближайшем, в ближайшем, в ближайшем компетентной. Проблема, это просто, сомневанголит, сообщество, га-ху-га, да, сообщество людей с ограниченными возражениями, оно достаточно энергично. Саша, как бы, он встречался со многими, со многими, как-то, да, общается, общается, там, с людьми, там, с администами, да, там, общественниками, оттуда, да, в общем-то, тоже. Но, далеко не ж всегда удается людей раскачивать. То есть, в принципе, можно, ну, писать кистики, размещать их, там, на площадках. Я думаю, что эти петиции будут разы, вот. Но вопрос в том, что каждая петиция должна поддержать конкретную просьбу, для того, чтобы она была исполнена. То есть, просто, ну, кто-то, например, аппарат, председательный, что мы рассмотрели, и такой же общий, вот, какой же был общий вопрос, так же общий ответить. Вот. А когда требования очень конкретно, тут про пункт, чем конкретнее требования, да, то есть, оно не может быть комплексным, то есть, оно, вот, это путь. То есть, грубо говоря, куча конкретных просьб, которые заложатся прямо наверх, а непосредственно сообщества людей с ограниченными возможностями. Но это грани сложно организовать. Грани, как показала практика, я не знаю, Саша, я на сколько поняла, потому что он занимался непосредственно. Это делать очень сложно. Да, Николь, ты прав. Абсолютно прав. По комунчику их подвигнуть, людей, на что-то. Это порой трудно. Я от одного инвалида услышал, я говорю, давай, говорю, я тебе помогу сделать, там напихать, пандух тебе сделай, коляха тебе будет нормальная. Все у тебя будет. А он мне отвечает, мол, я как бы не хочу травмировать свою гордость, я не хочу просить унижаться, мол, я и так нормально живу. Вот. И так нормально живу, и как бы ничего мне, как говорится, художества не надо. И, к сожалению, хотя, может быть, для кого-то, к счастью, ответ, он, он весьма шаркий, я его много раз слышал, от людей, с родственниками, вырастями, от инвалидов. И это, я думаю, проблема. Потому что, ну, если человек, и все украивает, то почему бы его не эксплуатировать? Почему бы на деньги, которые ему полагаются, не купить себе камгашу, не купить себе новую машину, какую-то непонятную чиновнику. И все в каком духе. Ты знаешь, я тоже общался, как-то был у меня период такой, общался с, не просто так, с инвалидами, общался с теми, кто возглавляет какие-то такие, на местах эти объединения инвалидов. Я заметил, что инициатива как-то так очень, безинициативные, скажем так, люди. То есть, вот выделили им две-три комнаты в каком-то там помещении, они вот в этих двух-трех комнатах сидят, иногда там собираются, иногда даже чуть-чуть в аренду сдают, если там какие-то встречи кто-то устраивает. Ну, так, по чуть-чуть зарабатывают, вот немножечко отбивают деньги, ну, и решают свои проблемы. Но проблема такого низкого уровня, что, в общем-то, о полете фантазии и о пробивании каких-то вот необходимых им предметов быта или чего-то еще, средств передвижения, там вообще речи не идет. Они просто живут, ну, как вот должное, ну, выделили им какие-то там захолустные эти комнатушки, ну, и нормальные, хорошо. И этим все ограничивается. Я с тобой согласен, что какая-то инициатива должна быть у человека, а если ее нет, то что-то делать. Ну, тогда к тебе вопрос. И что вы тогда хотите с такими инициативными людьми? Зачем вы тогда это все делаете-то? Отчего хотим? Как банальные. Я бы сказал, если не для людей как банальных ориентир для себя, то есть создать условия, для кого, чтобы я, конкретно всякий человек, мог сходить в любое место и пользоваться любыми вегами нехакаспорка, любыми вегами услуг, банально, если не работа для людей, то это дело для себя, все вполне себе. И, возможно, некое обширство потом будет нам хэгабагага, хэгабагага, всю деятельность, когда уже как. То есть даже если мы поймем, что, мол, вот эти вот люди, они без перспективы, что они сами не хотят ничего делать. Мы бы нам хотели для себя, для своей кармы, для своей комфорта своего личного. По крайней мере, мне кажется, бросать эко ни в коем разе нельзя. Я не предлагаю тебе бросать, я просто спрашиваю, если люди не хотят, то людей ты не заставишь насильно быть счастливыми и здоровыми. Ну вот он улегся, например, но не может передвигаться, да и фиг бы с ним. Вот там переползет как-нибудь куда-нибудь в лучшем случае, да и ладно, ну и лежит дальше телевизор, смотрит, книжки читает в лучшем случае. А ты тут бьешься и говоришь, слушай, дядька, тетя, ты же вот, если вот будешь заниматься, ты же сможешь подняться, ты вот на костыли встанешь, а потом еще уже без костылей сможешь передвигаться. Он, да ладно, что ты мне рассказываешь, тут мне врачи все рассказали уже, у меня там все кончено. Вот, ну и ты бьешься, бьешься, ну да, для себя сделаешь. Я понимаю, если бы, например, организовали, пришли к какому-нибудь там богатому дядьке и сказали, слушай, дядь, у тебя совесть есть? Он говорит, ну да, есть, ну ты вот такой, да такой, а давай сделаем такое небольшое предприятие, где, например, вот инвалиды, которые, ну вот он может передвигаться, мы для него сделаем, например, каркас такой, да, чтобы он мог стоя двигаться, усилим ноги, укрепим спину, что-то там, проблема со спиной, с ногами, да, вот сделаем такой каркас из, например, ну легкий титановый каркас, и он сможет двигаться, сможет ходить, устроим его на работу, вот давай построим здесь такой вот, ну домики, где инвалиды могут так в том хаосах жить, недорогие, ну, может быть, не нуждаются они там в таких прямо уж дворцах, сделаем маленькое предприятие по выпуску какой-то промышленности, смотри, ты для своей совести добро сделаешь, как ты сказал там, карму свою улучшишь, людей пристроишь, они в себя поверят, покажут пример другим, снимем ролики, покажем, как это здорово, вот я понимаю, да, тогда это можно бы делать, и тогда в этом есть какой-то смысл, а когда ты сам бьёшься, и при этом тебе все шпуняют, говорят, да нам сейчас не до того, у нас тут на дорогу не хватает денег, у нас тут электричество оборвало, там ураган был, засуха, не урожай, ну и здорово, конечно, всё отлично, но как-то надо о чём-то большом и великом говорить, надо подбивать, как-то настраивать тех, которые вот имеют деньги, имеют совесть, хотя вот в чате пишут совесть и деньги вещи несовместимые, но верю, что есть такие люди, вот подойти так вот более направленно, давай построим так вот несколько домов, сделаем этих инвалидов, переведём в нормальное состояние, чтобы они могли передвигаться, вот сделаем такие-то инструментарии для них, помощь, они это почувствуют, покажем, как это всё делается, на основе их сделаем производство, чтобы они сами там производили, ну вот чуть-чуть дальше. Ну, я, как скажу, Алексей, на моём как бы хэстиком пути был у меня в хэстиком период, когда было необходимо собирать мне деньги в новую колярку, и вот среди прочего, среди массовых тех людей, которые облиговали деньги, было два весьма хэстинных человека, которые дали мне крупную сумму, да, этот проект колярку увенчался успехом, да, но понятно, что как-то фрагментарный порыв одного человека, меня, тебя, коли, ещё некой группы лиц, он не способен глобально их мениться клацам, и мне кажется, как умерзно говорить о том, что пока человек не увидит, как может быть, он этого и не хохочет, то есть, как перефразирует фрагу Стива Хопха, основателя Эпл, то есть, вначале человеку необходимо покахать, а потом, мы ему покахали, он может и хохочеть, по факту как? В принципе, на самом деле, вот, если говорить, да, если брать предпринимателя, да, то это же не просто для него там хорошее дело, это и политические дивиденды, политический пиар, да, будем говорить, и прибыль, возможная, то есть, для чиновника, например, да, если это в рамках государственного учреждения, это серьёзный потенциал для служебного роста. Единственное, вопрос, который, да, то есть, это то, что этот человек должен, во-первых, обладать соответствующим уровнем интеллекта для понимания того, ну, потенциал этого проекта, вот, да, вот, что вы вот когда к нему пришли, и обладать соответствующим уровнем профессионализма для его осуществления. И тут вот, к сожалению, происходит очень интересная история, заключающаяся в том, да, вот у нас, если мы посмотрим, да, путь некоторых наших министров, да, мы просто поймём, что у нас иногда вот тыски затыкать неким, даже на уровне правительства, понимаете, то есть, у человека переставляют с одного поста на другой, ему как бы, просто потому, что, как говорится, некуда. Мы знаем этого человека, все его фамилии, его отчество знаем, да, просто не буду, скажем, говорить, очевидно, о ком я сейчас говорю. и, ну, все остальные ребята, там-то что? Вот, а там, понимаете, вопрос такой, что, а как эти люди появились вообще на уровне, там, министерства, для начальников департамента, как, а какому там, блин, они, каким образом, они там появились? Вот, и поэтому вопрос, а эти люди вообще получат что-то делать? И мы, если это сделать, то есть вот этот вопрос. Ну, Николай, так еще немножко, и мы, это, до революционных призывов дойдем, что пора это все менять. А я тогда вообще не понимаю, ну, о чем тогда мы говорим? Вот, наверху сидят люди, которые, не Копенгаген вообще, получается так, что до них достучаться, это все равно, что там, жирафу объяснить, что есть, например, помимо Африки, существует еще, и Северный полюс, к примеру, да, он это не поймет. То же самое, и получается, там тоже это не поймут. Ну, и что делать тогда? Что делать-то? Ну, сами люди, сами люди не организованы, многие говорят, многие говорят, меня тема не интересует инвалидов, кто-то говорит. Мое личное мнение, да, оно такое, долбить, долбить, и вот на протяжении людей долбить просьбами, когда можно судиться, долбить эти перескосы, сюда, чтобы, потому что каждое дело, которое отправляется в европейский суд, там выигрывается, это все доводится, потом, так сказать, это все равно потом возвращается сюда, доводится до достаточно высокого уровня чиновников, если Россия там проиграла. Понимаете, то есть, это просто делать таким образом, что человеку ничего не делать будет просто невозможно. то есть, грубо говоря, если он ничего не будет делать, он вырядит со своего поста. Он не может просто так сидеть и говорить, что ничего не делает, или какими-то общими словами в отчетах, вот, в отчетах, там, да, о том, что вот это мы там что-то где-то приспособили, там что-то где-то это, а что конкретно они приспособили, так никто и не знает. Понимаете, на самом деле, работа, некая поступательная работа в этом направлении идет. Она идет очень медленно, она идет в направлении Росстата, который учитывает и более жестко учитывает уже параметры приспособленных к инфраструктуре, в том числе образовательной к потребности инвалидов. И со стороны Роспотребнадзора, который, так сказать, все это дело продолжен проверять. Потихоньку, особенно в больших городах, в Москве, потихоньку, и деньги, некое поступательное движение и есть в смысле инфраструктуры. И, в принципе, мы его даже можем увидеть вот неважным глазом в Москве. Вот оно есть. Но вопрос качественный, да, вопросы все равно к этому остаются. Потому что, да, хорошо, занивили Бордюк, а как бы на него все равно на коляске въехать, очень непросто, даже на заниженную на этот продукт зимой. Вот. Хорошо сделали пандус, да, его сделали, но под каким углом? То есть, если, вот, то есть, и процесс идет. И здесь нужно просто вот методичную работу, бомбардировать. значит, по поводу того, что качество, да, качество, какая компетенция, да, там, должна сныслить, вы не подумайте, что я там призываю каким-то революционным преобразованием. Почему? Потому что эти должностные лица, это не только обычные граждане России, которые в воле там, в воле, в воле, да, оказались на этих постах. И так далее, и так далее, там, это те же, с той же самой психологией, что и многие наши советские, и мы говорим, простые. И вот еще со времен девяносто, вот, правильно сказали, что у нас психология, это какая, вот, типа, ввать, и, так сказать, вот, максимально ввать за минимальное количество времени. Это, такая психология не только у обычного, но и у обычного предпринимателя, средние руки, так скажем, она и у обычного, так скажем, и у многих обычных людей, понимаете, которые не обращают внимания, так сказать, которые порой, извиняюсь, гадят там, где живут, понимаете, вот, думая, то есть, одеясь, и понятно, на что, понимаете, то есть, и потом сетая, что у нас вот хуже, чем в Европе. Просто в Европе, как говорится, они просто убираются, там еще и гадят. Я сейчас столкнулся с проблемой, что, да, например, значит, на территории выбыли, выбыли, мусор, да, то есть, никакой отзывал, да, то есть, на одном, деметном участке санкционировано, вот, потому что сотрудники, значит, ПАО, российские железные дороги, да, там, ее эксплуатационные службы, просто мусор собирают железные дороги и сваливают, вот, в кусты, да, там, где их начальство не видно. То есть, это вот из этой серии. Ну, то есть, это понятно, да. Но мы сейчас немножечко в сторону уходим. Понятно, что чиновники, они не с Луны пролетели, понятно, что не с Марса, они воспитывались в нашей среде, такие же граждане, как и мы. Большинство из них это выходцы из Советского Союза и, кстати, жили в тех же самых хрущевках, вот, может быть, кто-то, каких-то лачугах, развалюхах и так далее. И когда вдруг счастье на их голову упало, они тут стали забывать о том, что, оказывается, когда-то они в таких условиях жили, а может быть, наоборот, не забывать, может быть, такое ощущение пришло, ну, вот, счастье свалилось, надо его полностью использовать. А использовать надо как? Чтобы карман мой пополнее стал, да. Поэтому, вот, я не особо верю, что для людей с психологией вот такого низкого уровня сознания можно достучаться и объяснить, что, дяденька, ну, ведь не надо так себя вести, это же нехорошо, давай будем жить по совести. он не понимает, как так, ну, вот, он до корыта добрался, ну, как же не нажраться-то, ну, как же не покушать-то, ну, если он не покушает, за него кто-то другой съест. Поэтому, я не особо уповаю на большинство чиновников, что они вдруг так ни с того, ни с сего изменят свое мировоззрение. То, что в Европе творится, понятно, там, как-то людей приучали к тому, что не надо сорить, не надо мусорить, а у нас здесь чуть-чуть другое состояние, хотя сейчас в Европе тоже все меняется, там очень много прибыло людей с иным мировоззрением, которые могут не то, чтобы там посорить, они могут прям штанишки снять и где-нибудь за углом там сделать, что им необходимо, и для них это норма, потому что в их стране так делают, вот, так что там тоже ситуация будет меняться. У нас же реклама нормальная идет, я помню рекламу о том, как бабушка хвасталась своим внуком, который, вот прям такая реклама, который вот так вот выпил, на роликах катается, выпил там какой-то йогурт и бутылку просто за себя бросил и дальше, она такая радостная, вот какой у меня активный внук, его активную внуку, активная бабушка такой же йогурт берет, выпивает, бросает и за ним на роликах. Вот это все отражает, отражает действительность, которая у нас есть. Люди гадят на своей земле, не понимая, что это такое, потому что так приучили, потому что так нужно, потому что так положено. Ну и чиновники, которые так же на этом воспитывались, они так же гадят себя в мозгах в первую очередь, не понимая, что так нельзя делать. Я про другое говорю. С этим мы сейчас вряд ли что-то сделаем, потому что судиться, как сказал Александр, с ними бесполезно со многими, потому что там в суде многие такие же, как и они сидят и они покрывают друг друга и понимают, что там уважаемые люди, ну как же я его сужу, да, тут какой-то пришел непонятный Саша Токунов и мне пытается что-то рассказать. Вот, Я про другое, что всегда Русь, всегда русские люди и те, кто жили с русскими людьми бок о бок, отличались общинностью, именно общинностью. Что такое общинность? Это слово общий, когда есть общее дело, общее мировоззрение. И на сегодняшний момент хотим мы этого не хотим, как там в «12 стульях» сказано было, или «Золотом теленке» сейчас могу подать, дело утопающего, спасение, дело рук самого утопающего. Вот из этой же серии. Если, к примеру, каким-то образом создавать общие дела и производство какое-то там надомническое или что-то еще, зарабатывать деньги, что-то выпускать, производить, нанимать людей. У нас же есть много инвалидов, которые стали инвалидами, попали в какие-то автокатастрофы, но при этом они были хорошими компьютерщиками, хорошими программистами, инженерами, еще кем-то. Использовать их для того, чтобы они проектировали, изготавливали, чтобы не подбирать вот эти колесики. Там за 2000 купил колесо, оказалось, что нет, надо теперь за 3000 покупать. Да компьютерные программы, то же самое SolidWorks позволяет это все нарисовать и сделать. Да, был хороший инженер, просто померить, куда она должна заезжать и как. Где аккумуляторы поставить, как, сколько, какого веса. Все это позволяет делать программы. Кто-то, частичный инвалид, который не может далеко передвигаться, но он может что-то производить, управлять той же самой электросваркой или чем-то еще. Мало ли, что он может делать. Но если сейчас не будет общинного мировоззрения, общинного какого-то общего, делать то общины не будет, и не будет ничего общего произведено. Но выход простой. Если чиновник не помогает вам, а он помогает своему карману, значит, ну нельзя на такого чиновника полагаться. Его надо или судить, сажать в тюрьму за его халатность и воровство, либо плюнуть на него и делать что-то свое. У других вариантов сейчас нет. Исходя из настроя Саши, я понял, что с ними бесполезно судиться. Значит, надо делать что-то свое, а это, значит, получается создавать свои какие-то общины, производственные общины, еще что-то, еще что-то, разговаривать с разумными людьми, которые понимают, что как-то надо что-то делать, хотя бы деньгами, хотя бы там помочь офис какой-то сделать или организовать такое поселение с производством. Но другого-то нет. Вопрос в том, что если мы будем возвращаться именно к общинному укладу, мы именно должны выйти на рамки, скажем, на компетенции государства. А государство очень не понравится, потому что мы будем не только для себя производить продукт. Мы, во-первых, с этого продукта будем получать доход, а во-вторых, может быть, покажем более успешную экономическую модель. И тоже, наше гадарик, налогами разными, скажем, у вас, в уговаривающей, лицензии нету. Александр, я тебя понял, я тебя понял, подожди, секундочку, я тебя понял, разреши мне встать. Дело в том, что были такие интересные случаи, когда государственный чиновник сам не уме ничего делать, у которого нет желания ничего делать, который вот просто сидит и латает дырки, потому что они происходят, а он ничего не может сделать. И вот тут были такие случаи, когда вдруг люди сами собой организуются. Сами собой организуются. У них начинается какая-то движуха. И тут сразу этот чиновник появляется и говорит, ой, как здорово, а мне вот вас, ребята, не хватало. Это вот сколько фестивалей таких, сколько организаций различных, которые начали сами собой организовываться. И вдруг потом появляется чиновник и говорит, всё-всё-всё-всё-всё, я понимаю, что вы начали делать, я вижу, что там такие ребята правильные, у меня выделен этот бюджет, всё, давайте только вот вместе с вами, давайте вместе с вами. Он видит, что там идёт производство. То есть, с одной стороны, чем такая схема хороша? Я сейчас пока не рассматриваю то, что ты сказал, выход из государственной структуры. Я рассматриваю взаимодействие. Первое. Люди организовались. Чиновники увидели, что у них под их крышей что-то происходит. Они к этому делу примазываются. Им же надо галочку поставить. У них на это выделен бюджет. Они говорят, деньги мы осваиваем, у нас инвалиды пристроены, у нас производство идёт, у нас это есть, это есть, причём они сами палец о палец не ударили. Они только направили те деньги, ну или часть денег, которые выделяются на это дело, на это производство. Им хорошо, замечательно, здорово. Это предприятие не страдает, потому что налогами не облагается, это госпрограмма там, или если облагается, эти налоги уже включены туда. И есть поддержка государственная, федеральная там, ещё какая-то, ещё какая-то. Вот, то есть вопрос правильного взаимодействия с чиновничным аппаратом. Чиновники всегда заинтересованы поставить галочку в свой актив. Сами, как правило, они тямы не имеют. У большинства, ну нет тямы, они или воры, или просто бюрократы. А вот такого предпринимательского духа, невыростского, у большинства нет. И тут, когда человек видит, который бюрократ, о том, что у него движуха пошла, он с радостью туда примазывается, он с радостью это берёт дело под, ну не то, чтобы под своё крыло, а под вот это вот направление, и пишет кучу отчётов, что пошло, наконец-то. Товарищ, имя которого мы не называем, мы услышали тебя сверху, мы выполнили программу, вот тебе отчёт. И товарищ сверху говорит, молодцы, и он тоже ставит галочку. У нас вот это дело происходит, у нас всё хорошо, замечательно. Может быть, просто не учитывается это. А уж если мы говорим про второй вариант, когда структуру такие, производишь что-то сами, и выходят из уже какой-то, за рамки государственности. Ну что ж, и такие тоже есть у нас моменты. Если уж государство не может справиться, ну что ж, люди сами справляются. И, кстати, есть такие формы организации, которые никто не имеет права запретить. Никто не имеет права запретить. Это всё известно. По поводу выхода за рамки государства. Просто выход за рамки государства транснациональной корпорации, ну, о чём нам так говорится, когда Китай, да, там, ну да. Вот это уже выход за рамки государства, это уже подмена государственной компетенции, так и так далее. Но это у нас Роснефть, Луко, Астрон, это вот это, да, то есть мы здесь как бы не в коем случае, как говорится, это здесь другие товарищи, гораздо более, это хоть акулу нашего, да, частного, или государственно-частного, там, капитала. То, что вы говорите, мы понимаем, безусловно. И мы эту схему, и в МГУ, её тоже пытались использовать. Но дело в том, что пока, к сожалению, пока нам не удалось создать в смысле производства, да, то есть именно производство, работающего производства, чтобы создать, вот, например, ну, начальник, я не знаю, департамента соцзащиты Москвы, подвести его, да, например, сначала, чтобы в МГУ приехал, сказал, вот, у нас вот это работает, вот, мы вот, значит, хотели бы, вот, получить поддержку департамента, вот, то есть у нас вот есть вот такое, 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 которое нету. Да, ну, если бы у нас это было, мы бы это сделали, понимаете, но у нас просто пока, к сожалению, не получилось найти инвестора, я думаю, что мы его, он берёт, но у нас пока не получилось найти инвестора, и, соответственно, пока нам нечего показывать, к сожалению, чиновник. Вот, в чём проблема. То есть, мы этим, мы чуть-чуть, и рыбным показываем, понимаете, это, как бы, этого недостаточно, им нужен готовый продукт, который вот они, чтобы они лендо перерезали, как это самое, красиво всё, всё работает, вот, пожалуйста, вот продукцию, мы реализуем, вот, продукция прошла, все разрешительные процедуры, вот, то есть, до этого ещё два, которые говорили, идти и идти. Но мы, как бы, не займёмся, мы этим будем заниматься, и, в принципе, занимаемся. Да, вот. Ну, в общем, что на выходе, что делать будем? работать на текущем моменте, как работа, потому что у нас, как получается, что мы не прошли, пока ещё необходимую цепочку мероприятий, и говорить о том, допустим, нахуй работа была в этом направлении, эффективна, либо неэффективна, тут пока нельзя. Но, как я уже говорил, по факту, первый шаг, который нужно сделать, мне кажется, на народном уровне, помимо того, что кооперировать со всём, как-то, общая делать, именно по общей, именно критериям, это реформировать систему хокупок государственных. Потому что, как мне кажется, именно система хокупок и тендеров в её текущем виде, она является хокупоком для реализации реагопроектов, в частности, по инвалидам. Вот, например, в МГУ я знаю, где же купить хорошие, нормальные, там, сборно-разборные пандусы. Я эти пандусы использовал, я их знающика, вещь качественная, хорошая. Я рекомендую ректорату МГУ эти пангу хокупить. Но ректорат не может этого сделать, потому что необходимо объявлять конкурс, и ещё не их вверх, какого-то в конкурсе победит. Вот. Малая закупка. Да, да. Малая закупка, но малая закупка до 500 тысяч, она подразумевает то, что ты можешь провести малую закупку только в стоп-случае, если ты провёл по этой же номенклатуре уже в году конкурса на определённую сумму. То есть, процент малых закупок, он идёт в соотношении с той суммой, которую ты потратил на закупки в ходе аукционов по данной номенклатуре. То есть, если, например, сувенирные товары, грубо говоря, я там закупил на... Я сейчас просто не помню процент, честно говоря, потому что закупки я тоже занимаюсь, но это не моя специализация. Грубо говоря, ты там на одну сумму закупил, вот в определённом проценте от этого, по-моему, по 224-му закупил. Значит, ты имеешь право закупить малым. По малым это так называемым неконкурентным закупкам. То есть, вот как вот то, о чём говорит Саша. То есть, я напрямую заключаю до того, с домашкой и оно поставляется на товар, уже по прямому заговору, на сумму вот не более 500 тысяч рублей, если не покупать на данный момент. Вот. К сожалению, то есть, да, есть такие препятствия, связанные с тем, что университет, разумеется, не закупает этих пандусов или каких-то инвалидов на миллионы рублей, чтобы потом закупить. на ответственность, на эту малую закупку сделать. Поэтому он будет вынужден отказаться от этого варианта ввиду невозможности как бы вспомнить закон о закупках. вот. То есть, вот вообще про проблему тендеров, проблему госзакупок, про проблему контроля качества, это отдельный разговор. Определенные шаги были здесь сделаны, потому что раньше был 94-й закон, сейчас он был заменен двумя новыми законами, это, в принципе, те люди знают, там введена наконец-то процедура контроля качества со стороны заказчика. Есть некие карательные, скажем так, меры со стороны добросовестных поставщикам. Вроде как по механизмам прописано более четко в смысле контроля качества, но все равно, все равно зачастую, то есть, есть недобросовестные, есть недобросовестные поставщики, которые осуществляют геймпинг и так далее, то есть, это отдельная вообще разделка, ну, которая просто выходит уже за рамки просто за рамки данной тематики, которую мы заявили. Вот. Поэтому я просто что хочу сказать, что наша сейчас задача, мы сейчас делаем что? Мы, конечно, ищем инвесторов, ищем инвесторов, ищем людей, которые могут привнести какие-то идеи, вот, и инженеров, те, которые могут какие-то инженерные идеи, мы, впрочем, всегда открыты для них. Но скопу, пока мы данных людей не нашли, то есть, мы вынуждены довольствовать тем, что мы имеем, той общественной деятельностью, да, то есть, стараться мобилизовывать как-то, как-то организовывать, мобилизовывать, да, людей с ограниченными возможностями, для того, чтобы решать их конкретные проблемы. Почему? Потому что решение конкретных проблем, зачастую, это кирпичики в здании вот в этом решении общих проблем, без которых просто если не решать конкретные проблемы, общая проблема, она не будет решена. То есть, вот эти маленькие шаги мы стараемся делать. То, о чем говорил Саша, то есть, это консультации, помощь в составлении документов, помощь в получении субсидий на закупку техники для инвалидов, да, то есть, которая у нас предусмотрена в законодательстве, но зачастую не всегда реализуется. Вот, поэтому в данном временном промежутке программа такая. Понятно. В общем, потихоньку, потихоньку. Ну да, потихоньку, помаленьку и все прочее. А может, что-то еще хотели рассказать про Тагибиндустрию, про проекты, потому что мы так уперлись вот в этот... Ну, скорее, мы уперлись в наиболее важный как бы сегмент, но, к сожалению, на текущий момент можно сказать, наименее проработан именно расшифрение аппаратной части своей, то есть, колярки, проехворство и все прочее. Но этот момент, я полагаю, наиболее важный. Но кроме того, мы хотели бы поговорить и о науке, и о философских арбеках. Ну, начиная, я полагаю, Николай, в данном контексте, потом я поключусь. Да, я вкратце, потому что у нас уже осталось там практически 10-15 минут для того, чтобы там все это дело раскрыть. Значит, ну, мы все-таки начинали свою деятельность как объединение авторов. Да, ну, я, наверное, громко звучит, писатель и фантастов, да, но, по крайней мере, да, то есть, пытаемся быть таковыми. Вот. То есть, у нас сейчас есть ряд литературных проектов, причем, как относящихся к художественной литературе, так и к нехудожественной литературе, к научной литературе, которые мы собираемся реализовать. Ну, мы уже говорили о проекте Докстрин, проект в жанре научной фантастики. Сейчас там готовятся, пишутся, да, то есть, три произведения, вот, они находятся на разной стадии готовности, вот, они, как бы, их объем будет, ну, в принципе, наверное, стандартным, каждого где-то в районе двухсот пяти, ну, где-то трехсот страниц книжных, трехсот пятидесяти страниц, вот, какая специфика данных, данных проектов, да, данных произведений, и чем они отличаются от других, которые, в общем, произведения в жанре научной фантастики, ну, я думаю, что первое и главное это стремление авторов поднять и привлечь внимание читателя к основным и к важнейшим философским вопросам, причем, как наиболее общим, да, то есть, что есть мир, что есть человек, что есть Бог, это какова роль человека, да, в мире, то есть, чтобы человек себе их задал, то есть, это самый общий, самый такой генеральный, да, уровень, так и более частных вопросов, которые, на самом деле, либо уже стали актуальными, либо станут актуальными в ближайшее время, то есть, это вызовы так называемой эпохи трансгуманизма, так называемого, да, или постсовременной, постмодерна, да, так называемого, или даже постпостмодерна, то есть, это вызовы, связанные с развитием технологий, с развитием геноинженерии, с развитием информационных технологий, с появлением новых технологий передачи информации, её создания, соотношение искусственного интеллекта и человеческого интеллекта, человека и машины, их роль в мире будущего. В принципе, эти вопросы, они поднимаются в произведениях, но мы стараемся их всё-таки смотреть на это больше с оппозицией, с одной стороны, с позицией всё-таки реальной науки, которая сейчас на данный момент существует, но всё-таки со стороны с неким такой футуристической перспективы, такой философско-футуристической перспективы, потому что наука, она далеко не... Она как бы видит то, что есть, изучает то, что есть, но она иногда прогнозирует то, что может быть, да, и вот к этой гипотез, да, мы, в общем-то, отталкиваемся. Всё-таки, чтобы у нас была некая почва серьёзная, чтобы мы не улетали куда-то в какую-то там магию, в какую-то... то есть не удалялись от того мира, который есть. И, в частности, кстати, конфликт традиционных ценностей, традиционной культуры с вот этой транс... вот с этим постмодерном, да, с культурой постмодерна, её влияние на традиционную культуру, традиционные религии. И этот вопрос нас тоже очень интересует. В общем-то, и в проекте «Доктрина» мы будем стараться его развивать и каким-то образом показывать. Второе — это перевод. Переводы, издание перевода. Вот сейчас готовится ряд повестей по серии компьютерных игр, да, «Деус Экс», который мы переводим, да, издаём, и «Бой Роман», который по этой же серии. Почему она нас привлекла? Данная серия, она на самом деле поднимает много конкретных проблем, которые стоят перед обществом нашим и обществом завтра, да. То есть это проблема вот как раз о том, о чём мы так начали говорить, отвлечённая, это проблема транснациональных корпораций, а именно их неконтролируемое влияние, да, их рост, их влияние, которое, по сути, является неконтролируемым как со стороны государственных, так и со стороны международных институтов. И эта огромная власть, она создаёт почву для огромных злоупотреблений и преступлений, которые делаются во имя корпоративного успеха, во имя прибыли, которая, как говорится, получает или порой всеми средствами, которыми только мог, включая самые бечеловечные. Поэтому вот в этой игре эта проблема стоит, проблема это поставлено, и она является одной из центральных, и на мой взгляд, она достаточно тонкая сюжетная линия там вот эту проблему раскрывает и показывает, в общем-то, что человек по сути оказывается не тем суперменом, который нам в книге рисуют, который на ах за час тридцать спасает весь мир от гибели, а он, несмотря на всю свою силу, окажется игрушкой в руках этих корпораций, оказывается винтиком в системе, которая выполняет определенную функцию, что бы он не хотел сделать, какие бы его мотивы не были, и он вот по сути бьется как рыба об лед о людское непонимание, хочет что-то людям открыть, какие-то истины, открыть им глаза, но людям это не нужно, вот, они, в общем-то, смотрят рекламу, смотрят фильмы, которые, где им показывают то, что им нужно видеть, и не показывают то, что им видеть не нужно. Ну да, как называемые позитивные новости, то есть... тут же на них проводятся опыты, происходит похищение, там людей отделывают на органы, вот, эти органы продают, значит, из бедных стран богатые, и эти люди, которые этим занимаются, потом появляются в галстуках, так сказать, в белых рубашках и еще, так сказать, рассказывают что-то о морали и так далее, и так далее. Ну да, человеки нового типа про этику говорят. На самом деле, просто вот здесь идея какая, что даже эти люди, они не являются воплощением там, вселенского зла, они являются частью системы, все являются частью системы, и движителем этой вот жестокой системы, этой жестокой машины, является, по сути, человеческая малодушие, человеческая трусость, человеческая жестокость, причем не именно тех, кто сидит, не только тех, которые сидят там наверху, всех, всех, потому что простые сотрудники этих корпораций, они тоже соучаствуют во всех этих вилах, и они совершают эти преступления за хорошую зарплату, за того, чтобы получить место, потеплее, и так далее, и тому подобное. И, к сожалению, этот муравейник, это, по сути, наше ближайшее будущее, по сути, значит, поэтому нам это интересно. Третий момент, это публикация серии книг «Трон знания», вот, это Сашина находка, он нашел автора. Ну да, я тут, пока вы скажете поподробнее про «Трон знания», то есть это на серии книг Харавка, Камбир, Аль-Кибадир, то есть это человек, у него у самого биография весьма любопытная, то есть он жил на нескольких кранах, то есть он знает проблемы и нашей, как бы, хаверской культуры, в массе, скажем так, возьмем, и проблемы с Крамом Востоком, вот, и он в своих произведениях пытался, не смотря на точку «Ухловка», я подчеркну, «Ухловка» на его книге можно классифицировать фэнтези, он постарался именно обрисовать проблемы нашего реального мира, проблему, скажем так, человека в нем, проблему морального выбора, то есть вот он человек, сегодня он моральный, завтра он аморальный, может ли такое быть, то есть может ли быть человек насколько многолик, или мы имеем дело с иным фактором, и вообще насколько есть мораль, то есть расширкует ли какая прихловукая общепринякая мораль, или есть определенный акфер, где похвалено все, вообще насколько человек может ихменить мир, насколько человек может ихменить сахар, ихменить окружение вокруг себя, ведь дело начинается как, вот в первой книге, просто для антуража, чтобы вести в радио слушать или в тему, то есть принц, похвал и дело, прихвал наследник огромных из краны державы, получает в очередной день рождения 25-й свой от царя от батюшки своего подарок хохоорскую провинцию под названием Парубехи, вот, и это Парубехи у как бы у сына, у прихвал наследника два выбора, либо подхать хвост и спустить, скажем, как все это дело на третьих лиц и покажать свою нехоскоятельность перед отцом, что, как в отец отеля кутил, их из прохагал, а как только что реально поручили сделать, нехмог в их покровах, либо, вопреки всему, сделать их этой провинции процвекающей государство, подобрать команду людей, как бы, и через эту команду людей покажать все вскалиться, скажем, как, тихарикам батюшке своему, что можно ходить по-гругому, что можно декутить, что можно делать в принципе реальные дела сегодня. И в кое-то время в произведении разворачивается моральный конфликт. То есть главный герой данного произведения, он постоянно говорит, что, мол, я не мой отец, я никакой как мой отец, мой отец мой, там, не занимался, я не знал его как любви, тепла, и я другой человек, но со временем это другой человек начали повторять ошибки, промахи и находки своего отца. То есть мы видим некую эволюцию личности. мы видим там дружбу, любовь, мы видим настоящее человеческое чувство предательства, падение морали граммов и, скажем, это все о живой настоящий мир, безусловности. Это не сказочка про сказочек, извиняюсь, как автологию принцев, которые говорят сладкая моя, и в итоге сладкая моя, сладкая моя, все народы погибают от диабека. То есть вот именно реалистичность этой истории меня, я бы сказал, как поразила именно в современной литературе такого мало. Это, я бы сказал, фэнтези уровня, как я не знаю, Хапковского, Сергея Карлосова, тьма. Вот такого уровня вещь, которая обязательно на наш взгляд должна увидеть свет в виде печатного изгадия, а не только в виде цифровой книги. И важно, важно показать людям это все, для кого, чтобы люди задумались, может быть, только, как я, допустим, увидеть в героях книг некую свою окрестную фрагменту биографию. То есть, как для себя найдет выход, правильный выбор, и, может быть, кому эти книги пойдут на польку. Вот как. Ну, я думаю, Саша, дальше стоит перейти уже к нехудожественным произведениям. Да. Опять же, значит, история адвокатуры, которую Саша занимает в студенческой скамьи. В принципе, это тема, по которой пишет, наверное, помимо него еще один человек в России, вот, то есть, которая, в принципе, то есть, ну, какая у нас, знаете, вот это начинает советская, ну, какая у нас там была адвокатура, мы все же все понимаем, хотя на самом деле все было не так, как говорится, однозначно. Вот. Или там в царское время, там, да, тоже там будет, там множество своих исторических нюансов. У нас есть свои истории. Вот истории, которые можно гордить. Вот. Потому что адвокатура, она, в принципе, в российской, вот, институт судебного представительства, если адвокатуру убрать, да, это иностранный термин, оно имеет в России свою специфическую историю, которую, в принципе, мы должны изучать, и я думаю, что мы их в полном праве имеем подгордиться, потому что эти люди порой оказывались под давлением государственного аппарата, под давлением общественного мнения, которое настраивалось при помощи государства против определенных лиц, которые объявлялись там врагами, соответственно, родины, и так далее, когда ссоры ими, в общем-то, ими были. Вот. Поэтому мы должны вообще институт благотуры это судебного представительства, на самом деле, это один из очень серьезных, важных современных судебных систем, которые, к сожалению, до сих пор носят, ну, скажем так, в многом, я не хочу это повторять, от обвинительной характера, да, но, к сожалению, просто по-другому, наверное, не скажешь, просто разъясню, что на самом деле это связано и с проблемой с взаимодействием со следственными органами в ходе уголовного процесса, и в суде уже связано с защитой лица, которая подозревается, подозреваемая, обвиняемая, которая у нас в 99,5% случаев признается виновным, вот, в случае, если человек дошел до суда, то как бы у него как-то шансы быть оправданным, нет, но если он только не все очень там бизнесмен, да, который, вот у нас недавно был случай, там, Полонский, или как вот, вот у нас был оправдан недавно, то есть вот есть один человек такого уровня, быть оправданным крайне стоит, если это преследует по уголовной статье. Да, но при этом, Коль, добавлю, еще ведь есть целый ряд нелепых, я считаю, ограничений, которые накладываются на адвокат, на расчетника, это и невыгодная ставка налога обложения, при том, что адвокатская деятельность приходится некоммерческой, адвокат платит 13%, а ЕП, индивидуальный предприниматель, которые занимаются ремешек и деятельности платит, по-моему, 7%, если я не ошибаюсь, налога, и это органы, так называемые, аглокатского самоуправления, палакакам разного рога, палаках объектов федерации, федеральная палака аглокатов, которые, по сути дела, мало чем ханимаются, и только гребят деньги, это нехурарный когах адвокатской этики, где очень много, я бы сказал, хпорных, крайних хпорных моментов, вот, и таким образом человек, адвокат, он ставится в крайне неугобные рамки, и не может нормально вести свою деятельность, вот, например, вроде как есть понятие адвокатской тайны, скажем так, я не обязан, если переводить на прошлое, не обязан говорить ни с кем о деле своего говерителя, я никому не обязан показывать бумаги по делу, но в то же время, как входишь в суд, предъявляешь им госкверения, как бы, на охране, и тебя все равно покажут собыхать, сумку, камень, все проще, просто, как в суд, не пройдешь ссылки на там, адвокатскую тайну, они не являются, как бы, основанием для кого, чтобы предотвратить, им говорили про адвокатскую тайну, про федеральный закон, а не эти барговороты, говорят, у нас инструкция, и эта инструкция для них вышла любого федерального закона. И только видно определенное неравенство между стороной обвинения, стороной суда и стороной сочвика. То есть, если прокурор, он может проводить определенные следственные действия, приобщать там, где вам новые материалы, то адвокат такой возможности не имеет. То есть, прописано, что, адвокат может там собирать улики, доказательства, но как эти улики будут приобщены к материалам уголовного дела, и когда они будут приобщены об этом, ничего не говорится. Вот такой комплекс проблем. Ну и последнее, наверное, последнее сфера, да, это книги в области культурологии и истории, да, то есть, новых подходов к истории, вот, каналов, что там, как говорится, придумывать в истории, да, то есть, есть там исторический метод, есть, на самом деле, очень большая, очень большая проблема в методовом, да, исторического процесса, то есть, грубо говоря, два метода, Марксов метод формационный, да, вот этот вот рабовладельческий, там, феодальный и так далее, капиталистический, социалистический, значит, и есть так называемый цивилизационный подход. Значит, у нас, когда у нас, значит, рухнул Советский Союз, значит, в Советском Союзе было все по Марксу, разумеется, с Лениным, Советский Союз закончился, значит, от этого отвернулись, сказали, вот есть цивилизационный подход, он, значит, такой, единственное правильный, это ТОИНБИ, да, но на самом деле, вот, как выяснили, да, дискуссия, была широкая дискуссия на этот счет среди наших ученых, которая, в принципе, как для специалистов, так и, как для неспециалистов, так и для многих специалистов в сфере истории осталось, по сути, скрытой и осталось вне их внимания, как и для историков права, так и для многих историков, которые занимаются различными периодами, в данной дискуссии она осталась вообще вне их поля зрения, вот, такие люди, как Алаев, Ярасов, которые писали по данной тематике, да, статьи, вот, они, как говорится, были широко известны, ну, Алаев жив еще, Ярасов умер, это крупный историк, сотрудник, по-моему, красницы востоковедения Рандуши, ведущий научный сотрудник, или главный научный сотрудник, умер в 2001 году, вот, были, в общем-то, другие еще специалисты, так называемые евразийцы, да, это, сейчас вылетели из головы у меня фамилии, но, в общем, тоже активно издавались в 90-х, вот, поумирало многое из них, там, 90-х, в начале 2000-х, вся эта тема, как говорится, забылась, а путаница и в учебной литературе, и в научной литературе, методологической, она до сих пор остроилась, потому что и цивилизационный подход, и информационный подход, они обладают своими достоинствами, на самом деле, и своими недостатками, и вот, есть люди, которые, в общем-то, уже давно, достаточно давно предлагают некий синтетический подход к истории, так называемый интегральный подход, который учитывал и тот, и тот, и в положительной стороне того иного метода, такие, например, вековец, который, в принципе, основывается и на книгах Сорокина, Кондратьева, то есть это русско-американских социологов, и на ряде еще непосредственно западных специалистов, которые этот подход тоже предлагают. Вот, он его как бы доработал, так как он, как говорится, считает нужным, да, но ездал уже немало книг на эту тему, в сфере диалога цивилизации, вообще определения цивилизации, их истории, поколений цивилизации, периодизации, развития цивилизации, но до сих пор его труды, как бы, они являются такими апокрифами в истории, то есть, когда начинаешь с Сориками разговаривать, называешь фамилию Виковца, значит, вот, были, значит, а кто он, кто он, все, конечно, знают, кто он такой, он доктор экономических наук, вот, он экономист по образованию, но, значит, когда он, как бы, не считается признанным в нашей академической историографии, и здесь, вот, понимаете, и более-таки, он для многих людей неизвестен. Мы, Саша и я, в принципе, с этим подходом ознакомились, и мы сочли его весьма интересным и необходимым для издания и распространения и для ознакомления с ним максимально широкого числа людей, которые причастны к науке и просто являются учащимися, учебных заведений, вот, чтобы эту дискуссию снова поднять на, как говорится, должный уровень и создать эту новую методологическую базу, потому что много говорилось на этом радио о том, что существует много пятен в отечественной истории, в том числе и вот эти пятна, они, в частности, связаны ещё и с тем, какая методология используются, и понимаете, если у нас там, знаете, всё взяли европейскую модель, европейские легалы, значит, рабовладельские феодальные капюрили, потом всё это наложили на Россию, хотя в России там, мягко говоря, свои особенности, как-то всё это, как-то всё это потянули, а вообще не говорю про азиатские страны, там вообще придумали непонятно, что это азиатский способ про азиатский про азиатский да-да-да-да, который вообще непонятно, что это такое, то есть, ну, Аллаев там оправдывал, он говорит, что он просто дал своё авторское определение этому азиатскому способу, соусу, производству, то есть, он говорил, что азиатский способ мы можем употреблять, но мы должны говорить о том, что мы должны, и вот он в своих статьях, в 2000-е годы, он дал, попытался дать, значит, определение, но, опять же, оно не стало общепризнанным, понятным и так далее, и так далее. Что касается российской истории, здесь ещё всё более, так сказать, я так понимаю, запутано. Вспомним того же Рыбакова-академика, да, умершего, который является автором учебников, который немало писал по истории славян, в частности, да, у которого тоже было, по отношению к которому была тоже очень серьёзная позиция, насколько мне известно, я не специалист, сразу подчеркну, в сфере истории России, но, как я слышал, я лично сам читал учебники Рыбакова, когда готовился к вступительному экзамену в МГУ, но я слышал, что у него очень было, значит, серьёзное количество, значит, противников, у него была некая оригинальная позиция, которая также, значит, почила, в принципе, где-то, так сказать, в позе, вот, мы вот как бы в этой сфере, в сфере методологии и с этой сферной методологией хотим как бы опубликовать всё-таки такие, или переиздать по возможности наиболее такие серьёзные работы, которые обойдены нашими крупными научными изданиями, мы, конечно, делаем это в согласии авторов или наследников авторов, для того, чтобы постараться ознакомить как бы максимально широкий круг людей с этим проблемам и, соответственно, ну, способствовать таким образом развитию отечественной новой, если так можно произвести. Ну, тут главное, в моей точке зрения, проблема именно в неком информационном вакууме вокруг данных направлений научной мысли, то есть, что есть у нас в науке области, которые говорят непринято, и о них не говорят. И проблема в том, что, например, человек, вот Юрий Владимирович Яковец, он талантливый учёный, но он нисколько не комаркетолог, он не прогахник, он не мог именно самостоятельно это всё прогавать, то есть, и нах именно, когда, чтобы полюриховать произведение Юрия Владимировича, произведение иных авторов, для кого, чтобы люди знали, понимали, о чём идёт речь, для кого, чтобы кратко закомиться, я рекомендую посмотреть фильм, провидеть с цивилизацией, вот, он есть на моём канале в Ютьюбе, 25 минут кратко, но ёмко, то есть, для кого, чтобы понимать, а потом милости прошу к нам в магазин, то есть, для кого, чтобы более углублённо, более предметно купить те научные книги, которые более приглянутся к выхотелям, для дальнейшего оконкомления с научными другами. Я вот просто ещё скажу пару слов о том, что это неправдная дискуссия сейчас вот двух каких-то интеллектуалов, которые там, значит, вот там что-то разбриняло, в голову взять и, значит, вот это напечатать. Значит, у нас сейчас есть конкретные политические, идеологополитические задачи. У нас сейчас вот мы должны, значит, мы его... О, Коля прервался. Шек, секунду, мы это всё ухраним. Ну, не сам Коля, а телефонная связь прервалась с Николаем. Надеюсь, Коля сам-то не прервался. Как только начал говорить о политике, как и всё. А вот не надо в политику лезть. Скранные... Наверное, зарядка там у него, он говорил, что... Уже в эфире, да. С нами, да? Хорошо, продолжаем. Мы... Вот я просто ещё что хочу сказать. У нас, значит, на государственном уровне ставятся задачи, идеологополитические. Значит, мы формируем евразийское пространство. Мы говорим о евразийской цивилизации. Значит, чтобы наполнить эти слова конкретным, историческим смыслом, вот конкретным, понимаете, не просто вот есть такая вот евразийская, которая почему-то включает все республики бывшего Советского Союза, а почему оно их включает? И что вообще нужно для создания вот этого евразийского сообщества от каждого из членов мы вообще должны понимать. Вот, в частности, моя жена как бы занимается этим вопросом, она востоковед, она делала, в том числе, доклады по данной тематике, суть, которая заключается в том, что, используя устаревшую западную методологию, которая предполагает наличие двух противоположных полюсов восток и запад, которым никогда не сойтись. То есть, но забывают, когда Киплинга там цитируют, значит, забывают там, правда, про последние строки в этом стихотворении, как это обычно делается, значит, или там, например, Гейгера начинают цитировать, да, то есть, человека, который, в принципе, да, то есть, это он, он, это, это, он идеологически обосновал экспансионизм запада в отношении востока, понимаете, что там, черным поделом, западу, восток должен быть подчинен там, западу, понимаете, это, ну, близко к тексту, цитатам, к его философии, истории, и до сих пор это, у нас это, то есть, грубо говоря, мы, это что значит, что это мы, вот, Россия, представители, соответственно, европейской части, восточноевропейской, да, культуры, мы что должны, значит, захватить, соответственно, вот, что мы должны силой присоединить, там, я не знаю, Таджикистан, Узбекистан, там, я не знаю, которые принадлежат не только, в первую очередь, к мусульманской, там, к персо-мусульманской, да, или тюрко-мусульманской культуре. Вот, если мы вот этой старой методологией начинаем пользоваться, а если мы пользуемся марксистской идеологией, то у нас, значит, что получается, что мы вообще не учитываем культурную сферу, вообще ничего не учусь, то тогда, извините, нашим, значит, господам капиталистам должно быть не очень уютно, потому что, вы понимаете, да, там, с марксистским подходом, то есть там, какой высший это у нас строй, вот, то есть там даже объяснять ничего не нужно, почему этот подход не работает, и не будет работать, потому что, ну, как говорится, мы сейчас живем в других реалиях, вот, также и с классическим вариантом цивилизационного подхода в Тойнбе существует множество проблем, то есть, если мы будем писать эту, как говорится, концепцию евразийства, да, на основании, значит, того, или вот опять повторяются таджики, говорят, вот они, значит, например, Узбекистан, да, там страна евразийской цивилизации как-то лежит, ребят, таджикский язык это фарси, это тот же самый, это язык персидской культуры, такой же, как и в Угланистане, такой же, как в Иране, вот, и она, эта страна, в принципе, и вся ее история, даже после ее вхождения состава российской индии связана с персо-мусульманской и конкретно персо-мусульманской культурой. То есть, для того, чтобы мы говорили о евразийском, евразийской сообществе, мы должны, во-первых, это понимать, а во-вторых, мы должны это учитывать в наших образовательных программах. Нас в школе главным образом каким языком учат? Английский, французский, немецкий. А может быть, нам нужно учить турецкий, чтобы понимать тантар, узбеков, казахов, фарси учить, чтобы с таджиками разговаривать, со своими рабочими, которые у него там работают, чтобы он мог их понимать в первую очередь. Понимаете? Может быть, нам стоит, если мы говорим о евразийском пространстве, может быть, нам стоит учить там вот эти языки в первую очередь. Конечно, люди должны учить английский, знать, но мы, как говорится, должны в первую очередь ориентироваться, как говорится, мы должны знать культуру своих соседей. Наверное, тогда российский школьник как таджикский должен читать Пушкина на русском, так и, наверное, я не знаю, русский школьник должен там сади уметь читать на персиде. Что в этом такого-то? Ну, опять же, пресловутая философия евроремонта, которую нам, как ишеваемый Петр Великий, привил. Ориентировки на Европу это ведь так просто не вытравить. Ну, давай, давай, Саш, не будем Петра трогать, там он уже в гробу уже из-за этих проклятий, он уже устал вертеться, понимаешь, Петр, это был человек, который не знал вообще европейской политики, он туда поехал с открытой душой, понимаете, он думал о создании некоего всеобщего христианского союза, который должен противостоять турецкому гробу. Ну, да, 95-й год, Саша, вернее, 93-й год это осада войсками, турецкого султана Вена, да, 96-93-й год. То есть, совсем недавно, 97-й год, да, крупнейшее поражение турок, но тем не менее, угрозой дальнейшего наступления на Европу остается Петр, как бы с чистой душой, но, опять же, с, конечно, желанием получить какие-то технологии, едет, но, в принципе, он искренне предлагал, он не понимал, какая грызня творится в самой Европе, что турецкий фактор является, скажем так, субсидиарным, дополнительным к этой всей дележке, когда там началась война за испанское наследство, уже потом, в которой активно участвовал Карл XII, в которой явилась, в общем-то, русско-шведская война, насколько я понимаю, я могу ошибаться, сейчас могу что-то перепутать, вот, то есть Пётр, он, я боюсь, что он даже не осознавал всей сложности вот этой вот действительной реальности. Ну, коль, получается, проблема в том, что на Российской Федерации в современном этапе покажет сохранить свою идентифисть во многом, и входя о дохледе Российской империи. Охранитель Российской империи, то Пётр Великий, и вот все эти наши ценности, в кавычках, которые бы взяли абсолютно не глядя их Европы, и хорошие, и плохие, они до сих пор вот в Москву русского человека есть, и вот моральная установка о превосходстве Европы над нами и над остальной, скажем, как Азией. купить. Ну, на самом деле, на самом деле, я бы просто, извини, со что перебил, опять, да, я просто бы хотел отметить, что вот нам бы как раз опыт империи, поздней империи, да, времен конца Александра Третьего, там, начала Николая Второго, в смысле национальных отношений, он бы как раз пригодился, потому что там, на самом деле, было многое того, чего нет сейчас, что было нивелировано в советское время. и вот просто, когда я, например, там, изучаю, там, по Кавказу, например, управление, то есть, опыт, то есть, многое было, наоборот, уничтожено позднее, уничтожено, понимаешь, вот еще проблемы, как бы я ни относился к Российской империи, да, там, с ее, там, вот этой аграрно-индустриальной экономикой, кучей неграмотного населения, но там было то, что, наоборот, надо вот сейчас, понимаешь, вот изучать, может быть, даже где-то заимствовать в измененном виде. Друзья, мы сейчас как-то в сторону отошли от нашей основной темы. Понятно, что Российская империя, там, много таких же темных пятен, как и вообще в истории всего славянского мира, да и вообще в истории всего нашего мира. Тут разбираться да разбираться, есть что взять, есть что убрать в сторонку, но все-таки давайте вернемся к теме. Все ли мы темы обозначили из нашей заявленной темы? Да, 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 все, все, все. Ну, не совсем их все, но там мы обозначили, я бы сказал, главное, то есть основное. Там две темы, по-моему, обозначились неохрещенными, но мы их оскарим на потом, потом уже об этом поговорим, потому что у нас, как я думаю, пришло время вопросов и ответов от наших радиослушателей. Ну, на самом деле вопросов здесь не так много, реплики больше. Одна из реплик, это Оксана Брэнер написала, о танце колясочников проводится, то есть соревнования. Ну, мне кажется, все-таки вы не занимаетесь организацией вот таких мероприятий, как танцы на колясках, но вопрос... Мы не занимаемся, более того, но я подчеркну, это мое личное мнение, я считаю, что танцы на колясках это некий сублимат, который, ну, как я полагаю, он не нужен. Есть определенный спорт на колясках, у них это футбол, хоккей, вот когда-да, а вот танцы на колясках, ну, может быть, есть человек, который к танцам относится не особо позитивно, но мы какого не аргодировали. То есть... Ну, твое отношение понятно. И еще один поступил вопрос, ну, реплика поступила от Геннадия Романенко. Нужно повышать меру понимания у людей. И как эффект соты обезьянь, народ выйдет из этой кабалы. Вам, ребята, желаю успехов в этом нелегком деле. Удачи, благодарю. То есть призыв к тому, что надо доносить, доносить, доносить информацию для того, чтобы люди становились понимающими, осознанными. И тогда все будет меняться намного быстрее и в том русле, который необходим сейчас не только России, но и всему миру. Ну, это правильно, говорил Коля, долбить и долбить. Потому что понимание, оно приходит со временем у любого живого существа, будь то человек, либо не человек. Оно все равно сразу, когда момент не приходит. Грутое время, чтобы осознали, обдумали, поняли. И привели какие-то действия. вот и все. Я с тобой согласен, что сразу это не приходит. Необходимо долбить и долбить, как сказал Николай. И нам как-то надо подвести какой-то логический итог сегодняшней нашей передачи, для того, чтобы все-таки тема наша была закончена, а не просто так подвисла в воздухе. Угу. Ну, а Коль, что ты можешь сказать в начале по итогу? У меня как раз сейчас разрядится телефон, поэтому я, как говорится, подытожусь и отключусь. Ну, что могу сказать? Что вот мы перечислили ряд проектов, да, то есть литературные, такие юридические, правовые, общественные, научные. И, в общем-то, то есть это те ключевые сферы, в которых, значит, мы видим, во-первых, мы стараемся все-таки, чтобы наши проекты не были какой-то... Они, с одной стороны, должны ориентироваться на фундаментальной, серьезный результат с такой, с перспективой на будущее, но с другой стороны, они должны быть практически реализуемы. То есть они состоят из небольших, практически реализуемых, четких, понятных и, скажем так, возможных для нас шагов, которые мы делаем для реализации успехов, значит, в данной области. И делая вот эти, совершая эти маленькие тактические победы, с Божьей помощью, мы, как говорится, добиваемся стратегического результата, который, в общем-то, должен выражаться в прирастании знаний и благополучия в принципе, наиболее широкой, возможной группе людей, которую, так сказать, мы сможем, так сказать, затронуть каким-то образом и привлечь к своей деятельности. Вот. Ну, наверное, все от изобобщений. но, я только присоединяюсь к словам Коли, потому что тут ведь главное в чем, главное не хохечь, как говорится, пламя, а не дать погаснуть своему пламени, потому что, как сказал нехороший человек, Алина Скорогубцева, что, мол, если я гореть не стану, если ты гореть не станешь, если мы гореть не станем, кто-то да разводит тьму. Вот. То есть, сколько действительно важно привлекать людей, действительно важно говорить, пусть даже говорить о ком, о чем, говорить-то и не особо приника. То есть, важно, чтобы люди как-то проникались проблематикой и, может быть, из какого-то человеческого существа действительно пробудится глумающий человек, который может принимать именно морально-нравственные решения, который будет полезно ему, но и обществу, в каком он живет. И, мне кажется, это самое главное, в ком, чтобы люди проникались именно в ком, в ком, идеями наших проектов и старались как-то помочь себе и нам. Потому что человеку делает либо для себя, либо как для других. Греть его не дано. Вот. Ну и думаю, это и как в данном контексте в Ганну крыши. Хорошо. Хорошо. Благодарю за очень интересную беседу. Затронули мы темы разнообразные и по руководящему составу прошлись и по общинным нашим каким-то взглядам чуть-чуть прошлись и кое-что затронули такое, что, в общем-то, даже не свойственно радио затрагивать. Надеюсь, что тема поднятая была рассмотрена достаточно широко. Люди, наши слушатели и зрители получили представление о Тагибиндустрии, об этом проекте и о проектах этого направления. Может быть, кому-то в голову придёт какая-то мысль, чем-то заняться для того, чтобы не просто ждать у моря погоды, а для того, чтобы эту погоду самому делать, не нарушая принципов существования нашего мира, не уничтожая самому моря. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 3 августа 2017 года четверг, по одному из старинных 33-й день месяца получения даров природы 7525 лета четверик. Кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с Вышним Днём Бога Перуна. Мы говорили сегодня про проекты ФНП Тагибиндустрия, так тема наша сегодня называлась, авторы-сказители Александр Токунов и Николай Захаров. Низкий поклон за участие, вам приходите ещё с интересными темами, и благодарю наших слушателей и зрителей за то, что в чате, особенно в Ютубе, очень активно сегодня была переписка, и темы различные поднимались, и реплики были, которые я, правда, не зачитывал, реплики такие были не в эфир, но между собой люди общались, комментировали сказанное. Так держать, друзья мои, без вас радио народного не будет, оно будет ненародное в любом случае, в этом случае, если вы нас поддерживать не будете хотя бы таким образом. Прощаюсь, желаю всем добра, с вами было Народное Славянское радио, Александр Токунов, Николай Захаров, Алексей Орлов. До новых встреч, увидимся, услышимся, быть добру. Народное Славянское радио Все нужно, все важно